В рамках подготовки к новому учебному году в школе номер 10 прошла общегородская педагогическая конференция. Подробности в нашем репортаже. Главная задача педагогической конференции, получившей название «Наши учителя», это подведение итогов проделанной работы и постановка задач на будущее. Конференция уже традиционно проходит в два этапа за два дня. Первая ее часть началась в церемонии награждения представителей Лобнинской сферы образования. Учителям и воспитателям, директорам школ и детских садов, педагогам центров дополнительного образования вручали медали, грамоты и благодарственные письма главы города Управления образования Московской областной думы Министерства образования Московской области. Высокие областные награды педагогам передал лично заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Начальник управления образования города Владимир Зиновьев получил почетный знак Московской областной думы за труды. Система образования в Лобне одна из лучших в Подмосковье. И, конечно, все это держится на плечах наших учителей, на их времени, которое они отзабирают из своих семей и отдают нашим детям. Поэтому хочется в преддверии 1 сентября пожелать нашим учителям, чтобы они несли гордо этот груз, эту ответственность, ну а нашим ребятам хорошо учиться. Одной из главных новостей, озвученных на конференции, стала новость о переходе подмосковных школ с 1 сентября на пятидневный режим обучения. Теперь два выходных в неделю будет у всех лобненских школьников. Много внимания уделили подведению итогов прошлого учебного года. Основные достижения в сфере образования озвучил глава города Евгений Смышляев. Он же и открыл конференцию. В наших 14 образовательных школах учатся 11 188 учеников. У нас планируется открыть 47 первых классов, а всего контингент первоклассников, который у нас планируется с 1 сентября, это 1480 человек. Если говорить о количестве учащихся нашей системы образования, то оно по сравнению с прошлым годом увеличилось на 693 человека. Очень приятно, что это все сопровождается хорошим качеством образовательного процесса. В прошлом году с отличием окончила наша школа 65 выпускников. Это более 7% от всех учащихся. Выпускные экзамены на «Хорошо и отлично» сдали 507 учеников выпускных классов. То есть это более половины всех выпускников получили оценки «Хорошо и отлично». Медаль за особые успехи в обучении получили 57 выпускников. В рамках первого дня педагогического форума перед учителями выступили руководители образовательных учреждений Московской области. Многие подготовили презентации и за несколько минут своих выступлений постарались поделиться опытом по организации образовательного процесса. Всего форум продлился почти три часа. Вторая часть педагогической конференции прошла уже в четверг на базе школы номер 5, номер 8, номер 10, лицея и ряда других учреждений. Мы с нашими педагогами уже по сложившейся традиции решили проводить эти мероприятия в два дня. Первый день – это постановочная общая цель и задача для всего педагогического сообщества. Второй день – это работы методических секций, когда все педагогическое сообщество разбивается на профильные заседания и проводят отдельно учителя русского языка, учителя математики, учителя изобразительного искусства, где предметно работают над формированием образовательных стандартов по самому предмету. Профильные встречи учителей каждого из направлений проводили специалисты Московской академии социального управления, Академии высшей школы экономики, бизнес-тренера, а также заслуженные учителя Московской области. Никита Панин, Анна Платова, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.